привет ребята новый день и я поняла что со мной у меня эмоциональное выгорание это не смешно но у меня настолько нет желания делать что-то полезное во первых три дня подряд я хожу в одной и той же одежде это вот это ботинки короче хожу в одном и том же костюме с одной и той же сумкой вообще просто я даже знаете какую-то прическу особо классно себе не делал потому что мне нет никаких интересных дел последние четыре дня я просто подсела на сериал тьма это просто какой-то взрыв мозга мы со славой смотрим его вдвоем постоянно перед сном и это очень напоминает очень странные дела но это вообще типа другое там про время но блин офигенный сериал просто клянусь там три сезона я не могу просто я со славой каждую ночь ругаюсь я его умоляю пожалуйста давай посмотрим еще он мне говорит нет надо спать уже 6 утра я говорю тебя умоляю тебя больше никогда чем ни о чем просить не буду ну короче настолько я влюбилась в этот сериал он просто сносит мою крышу но если вы вдруг начнете его смотреть чтобы вам понравился этот сериал чтобы он вам зашел его нужно смотреть внимательно потому что он ну это типа не какая-то легкая комедия там все запутанное чтобы во всем разобраться нужно смотреть и как всегда ну понятно очень часто в сериалах первые там две серии они такие типа непонятные ты еще не привык к актерам не понимаешь как его зовут кто кому убрать сват и вот так у нас тоже поначалу было мы ничего не понимали запутались но потом все начало такие обороты приобретать что пипец мы уже на втором сезоне на седьмой серии блин это офигенный сериал сейчас мы со славой сгоняем братья караваевы покушать потому что охота очень охота покушать братья караваева я последние два дня жарю стейки с эко маркета которые заказываю кстати я оставлю ссылку в описании на эко маркет это ссылка моя специально если вдруг вы захотите что-то заказать из эко маркета а там очень много всего то пожалуйста заказывайте через мою ссылку потому что тогда мне придут бонусы ну я вас не заставляю но буду вам благодарна наверняка куча людей так заказывают еду с эко маркета и если вы закажете просто по моей ссылке мне придет бонус а у вас все то же самое будет ну короче по братски чё еще какие у меня новости надо уже маникюрчик делать у меня один ноготь вообще отвалился недавно этот кончик и вот так подпилила но он все равно неровный и вообще цвет меч вот этот достал уже не знаю знаете у меня даже нет желания дома убираться я написала в клининговую компанию типа по-бранске когда свободно потому что я вообще ничего не хочу делать люблю быть ранейка в последнее время безумно ну не ленивая но мне максимально не хочется выходить из дома мне хочется просто сидеть перед компом или перед экраном телевизора я подсела на youtube канал marina from new york это просто восторг я просто в шоке от того насколько все видосы атмосферные и интересные я очень сильно люблю смотреть именно познавательные ролики не люблю тратить время на какие-то не знаю челленджи еще что-то и чем мне безумно нравится канал марина то что она рассказывает про все достопримечательности о которых вы сами бы может и не узнали никогда она знает историю каждой достопримечательности я я максимально рекомендую смотреть именно такой контент потому что это интересно и познавательно но и конечно же сразу хочется связать марину с кэри брэдшоу секс в большом городе потому что она также показывает и шоппинг и какие-то свидания и марина еще рассказывать про самые громкие преступления которые были совершены в сша и даже это еще не все а вы знаете то что сейчас октябрь скоро хэллоуин и марина кстати у себя на канале устраивает конкурс которым будет разыгрывать разные всякие вкусняшки мерч и даже денежки прямиком из сша если вдруг кто-то заинтересовался конкурсом вкусняшками или денежками то обязательно заходите на канал марина и смотрите все условия розыгрыша но я в свою очередь хочу сказать что подарки это конечно прикольно но ее контент это просто взрыв мозга так что если вы никогда не были в нью-йорке мечтаете туда попасть ну или просто уже надоел вот этот обычный контент не о чем то реально максимально рекомендую посмотреть канал марина потому что она расскажет вам все поэтому обязательно зайдите в описании перейдите по ссылке на канал марина и я уверена что вам понравится потому что я не хочу выходить из дома из-за ее канала я хочу просто сидеть смотреть эти видосы мечтать в нью-йорке и знаете вот это реально осенняя хандра меня какая-то посетила я просто хочу куда-то уехать лучше всего в нью-йорк мы наконец-то с кариной запустили наш новый пакет пресетов натуральный мы решили никого не подготавливать к этой информации просто взять и выпустить пресеты одним днем и тогда же уже все и рассказать поэтому обязательно зайдите на наш сайт посмотрите вообще понравится вам наш новый пресет или нет это натуральный пакет там получается четыре новых пресета один из которых черно-белый и я пользуюсь только этими пресетами сейчас потому что как только мы выпустили наш первый пакет пресетов там был у меня мой любимый пресет хаш который он такой типа натуральный с какой-то такой розовинкой нежнятинкой но вот в какой-то момент я перешла на более такое серое строгое деловое и мне безумно нравится как выглядит моя даже не то чтобы лента но просто в принципе мне нравятся оттенки этих фотографий и фотки становятся более такими атмосферными как раз для осени мне кажется идеально наш новый пакет пресетов стоит 700 рублей но для тех людей которые покупали наш первый пакет для них на их почту которую они указывали при покупке первого пакета пресетов придет промокод который даст им скидку 200 рублей и того выйдет 500 рублей почему мы так сделали потому что в новый пакет натуральных пресетов мы добавили два пресета из первого пакета натуральных и получается так что четыре новых и два типа старых почему мы решили сделать натуральный пакет потому что не всем сейчас нужны какие-то яркие красочные мы подумали блин ну как бы можно сделать это дешевле но чисто натуральный пакет пресетов и мне кажется что это очень классная идея я сижу и смотрю как растут продажи очень радуюсь и я вижу что не все люди покупали наш первый пакет потому что я вижу что идут оплаты 700 рублей много 500 рублей то есть многие возвращаются но также немало именно за 700 рублей и это в очередной раз доказывает мне то что не всем зашел наш первый пакет потому что там было очень много разных пресетов а кому-то сейчас просто нужны натуральные поэтому я думаю что прикольно получилось и я надеюсь что цена вас устраивает если вдруг вы хотите иметь красивый инстаграм стильный и кстати эти пресеты из натурального пакета они подходят абсолютно под любые фотки на самом деле мы бы раньше запустились но столько всяких обстоятельств неприятных происходило что мы решили немножко подождать именно поэтому несколько дней у нас был прям долго закрыт сайт плюс ко всему девочка которая нам делает сайт помогает вот это она тоже там все расставляла все записывала показывала нам чё как куда кого плюс нам нужно было создать дополнительные резервные ссылки с новыми пресетами поэтому сейчас я кстати этим и собираюсь еще заниматься в планах у меня сегодня на вечер что делать просто радоваться кстати меня ответили по поводу клининга я хочу чтобы мне дома все помыли блин реально такая ленивая стала кошмар кто-то наш прошлый пакет только что купил смотрю не зря закрывали сайт потому что многие писали я хочу купить ваш пакет пресетов когда еще не было второго понятное дело а у нас был закрыт сайт я никому ничего не отвечала потому что я понимала что как бы у нас там идут работы и нельзя открыть сейчас сайт потому что люди увидят что у нас там ну короче все разбросано на сайте и новое что-то добавляется и вот получается мы открыли сайт сегодня люди во-первых начали покупать наш новый пакет пресетов натуральный натуральный и вот я смотрю что люди еще и покупают наш первый пакет мне казалось это уже все кто хотели купили но видимо нет моей идеей было сделать новый пакет пресетов именно натуральных но у нас такая командная работа с кариной ее идея была сделать промо-код со скидкой для тех людей которые уже купили наши пресеты чтобы им было приятнее купить дешевле, чем там остальные, потому что они уже наши постоянные клиенты, получается. Мне очень нравится то, что мы вот так вот идеи закидываем друг другу, и получается что-то такое классное. Надеюсь, что люди будут довольны. Очень уже не терпится посмотреть комментарии, как людям. Вот уже пишут пресет Fire, такой красивый. О-о-о! Очень приятно. Да, реально, этот пресет, я просто была в восторге, когда я его вывела, скажем так. Это было очень нелегко, но мне он очень сильно понравился, потому что как раз-таки есть фотографии такие. Я вам объясню, пресет Fire, что он для меня значит. У меня была фотография в Турции, сфоткалась, и мне безумно хотелось на эту фотку накидать каких-то жестких эффектов. Ну, просто пипец как хотелось, потому что с моим пресетом Hush и с эффектом вот этот Rain, да, ну не очень смотрелось. Смотрелось очень скучно, типа неинтересно. Вот даже ради примера показываю вам. Вот так фотка выглядит без эффектов, без всего, и мне показалось, что ну, конечно, натурально все такое, но вот мне не хватало чего-то. Мне так хотелось каких-то фильтров накидать. И получается, что вот что изменилось. То есть цвета поменялись немного, но при этом осталось все натуральным. И вот эта вот белая фигня, да, с Олей, или что это, на которой я лежу, она тоже как-то приобрела как будто бы какие-то краски, волосы высветлились. То есть я была безумно довольна своей находкой, своим изобретением. А вот это, например, эффект Emotion, который в первом пакете есть. И мне так и хотелось, знаете, наложить его, потому что посмотрите, не знаю, хорошо ли вам видно, посмотрите, как круто он меняет фотку. Но он уже не выглядит таким натуральным, да, как бы под Инстаграм. Хотя так сочно и так ярко, и я прям просто чуть с ума не сошла, насколько я хотела выставить именно так. И... Но я не могла, потому что у меня определенный стиль ленты, типа натуральный. Этот более такой яркий, красочный, сочный получается. Поэтому я и вывела новый пресет, который называется Fire. Очень рада, что люди уже пишут, что очень классный, очень нравится. Безумно рада, что пресет это такая тонкая ювелирная работа, знаете. Ребята, всем привет! Новый влог на моем канале. Надеюсь, что этот влог понравится вам больше предыдущего, хотя в целом никто ничего плохого не писал по предыдущим влогам, но... были негодования. Почему так много убыстренной съемки? В этом влоге постараюсь ее сделать очень мало или вообще не сделать. У меня есть старый ноутбук, он очень старый. Ну как, блин, живой, все нормально, но старый. И у меня тут есть даже царапина на нем, потому что он со мной куда только не летал. Я заказала себе вот такую вот наклейку. И... я хочу ее сейчас наклеить, но я очень волнуюсь, что у меня получится неровно, поэтому не знаю, что сказать. Наверное, его по-хорошему нужно как-то протереть, обезжирить чем-то. Но мне так лень. Пока я буду пытаться наклеить, буду рассказывать вам, как прошел мой вчерашний вечер и ночь. Ко мне приходила на ночь Карина в гости. Вчера Слава уехал на дачу. Боже, это очень сложно. Блин, прикольно, яблочек просвечивается. Только я не вижу настоящее. А, вижу. Практически идеально. Господи, это сложнее, чем наклеить, мне кажется, стекло на айфон. Вау! Смешечая девка. Только нужно будет углы, наверное, подрезать. Что мне здесь? Батюшки. Оно снимается. Ничего подрезать не надо. Классно! Я тоже модная школьница. Блин, он что-то взбивается. Выглядит очень красиво, но он у меня немножко запузырился. Надулась. Вот здесь, вот здесь. у меня не застеленная кровать, только обычным одеялом, без всяких там этих красивых штук. Вау, я просто селена Гомс, с ума сойти. Так, операция. Так что, вчера ко мне приходила на ночь Карина. Вчера уехал Слава, и я говорю Карине, братан, давай, приезжай, потусим вместе. Она приехала, я взяла маленькую точечку, и туда пытаюсь выгнать весь этот воздух. И мы с ней кушали салатик, и не только наггетсы. Болтали, смотрели всякие видосы про психологию. Короче, мы так много болтали, мы настолько заболтались, что просто мы не заметили время, что оно так быстро пролетело, и было уже 5 утра, а мы все болтали. Я когда увидела время, я с ума сошла, я не поверила своим глазам, я подумала, как мы так много болтали. Короче, я все починила. Блин, это так красиво. Знаете, я давно думала о таких штучках, таких виниловых наклейках, или как это? Посмотрите. Боже мой, это с этим прям фоткаться хочется. Мне прислали постельное белье под бренды. Это просто шок. И я бы хотела его посмотреть сейчас вместе с вами. Оно очень тяжелое, тут три постельных белья. Луи Витон! Очень интересно посмотреть. Не знаю вообще, что за качество, насколько оно хорошее, нехорошее, классное, не классное. Просто мне написали, типа, хотите такое белье? Я такая, ну давай. Это ж Санейл, мои хорошие. Я, честно говоря, без понятия. Ну, получается, что это паленка, но я к этому по-другому отношусь. Типа, заказать собаке лежаночку с эмблемами или как это называется, Луи Витон, мне вообще расплюнуть. Ну, типа, вообще, купить паленую сумку для меня это уже, типа, белье вообще пофиг. Мне вообще пофиг, что это паленое, я даже не знаю, есть ли там такие оригиналы, но наверняка есть. А это Гути. Тут такая жесть вообще. Ну, блин, мне нравится, прикольно. Столько все это нужно постирать? Блин, ну все равно прикольно, да, Катя? Все равно прикольно, даже если паль. На самом деле, я, ну, для меня вот в этом плане нету никаких пониманий пальней. Кстати, качество очень хорошее, даже лучше, чем икеевское. Ну, не знаю, посмотрим, как это будет после стирки и на этом спать, но сейчас очень нравится. Другой странный серый. Так, мне кажется, что эти штучки очень большие для наших подушек. Обычная серая простыня. И получается наволочка тоже с Шанел, где-то вот там. Короче, ладно, лучше, конечно, это все постелить, постирать, посмотреть. Вот. Кстати, не знаю, может быть, кто-то из вас заметил то, что мы с Кариной закрыли наш сайт с пресетами и мы об этом вообще нигде ничего еще не говорили. Почему мы вообще-то его закрыли? Странно так получилось, но когда вышли наши пресеты, я перестала пользоваться своим любимым пресетом Hush. Перестала не потому, что он мне разонравился, а просто потому, что я начала другой стиль ведения Инстаграма. И кому-то, может быть, не нравится, что они такие более серые, как будто бы фотки получаются, но мне нравится. И вы не представляете, не поверите, звучит это, возможно, странно, но пока я была в Турции, я сделала два пресета, которые идеально ложились на все мои фотки. Они, типа, очень натуральные, и мы скорее не решили, почему бы не сделать пакет натуральных пресетов. Мне выписали две мази, об этом я рассказывала в сторис в Инстаграме, Азелик, и еще какая-то, сейчас покажу. И, получается, сначала я пользуюсь Азеликом, там, где нужно. Кто-то написал, что Азелик очень сильно сушит кожу, но на самом деле у меня нет каких-то сильных изменений, типа, она стала какой-то сухой, я просто не забываю также увлажнять кожу, и в целом мне, ну, реально нравится результат. У меня нет никаких новых высыпаний, каких-то закрытых комедонов, новых вообще нет, то есть у меня наоборот все с каждым днем становится лучше. Вот такая мазь Азелик, и вот такая мазь Элидел. Хочу сразу сказать, ребят, я это говорила в сторис тоже, я с вами просто делюсь тем, что прописал мне врач, но это не значит, что это подойдет вам, и это не значит, что это, ну, поможет вам, то есть есть вероятность, что, ну, как бы, если вы не знаете, в чем ваши проблемы, вы начнете этим пользоваться, и станет только хуже, поэтому, пожалуйста, почитайте, если хотите попробовать, почитайте сначала, что, куда, кому, можно ли это просто от балды начать пользоваться этим или нет. Вот, как я пользуюсь? Сначала я, ну, понятное дело, очищаю кожу, лица, все вот это делаю, тоник, туда-сюда, мицеллярка, бла-бла-бла, гели и так далее, очищаю. Не точечно, а места, где у меня, ну, проблемы, на лице, я наношу Азелик. Это у меня вот здесь, то есть я прямо вот так вот мажу, прямо вот так вот, и лоб, Азелик, потом где-то 20 минут я жду. Я не знаю, зачем мне врач так сказал, типа ждать, я думаю, для того, чтобы впиталась, может, еще что-то, иногда я 15 минут жду, и наношу то же самое, точно там же, вот эту мазь, Эли Дел. Кожа моя стала действительно лучше, но я все равно недовольна тем, что мне прописали мази, ну, блин, почему бы не взять мою кровь? Слава уехал на дачу, и сначала я такая подумала, типа, ммм, соскучимся друг по другу, он только уехал, я уже скучаю. Короче, говорят, что опять нас всех закроют, не знаю, мне нужно позвонить маме, потому что мы с ней хотели съездить в Атриум, и я хочу узнать у нее, поедем или нет. Алло? Алло, привет. Да, дочь, привет. Что делаешь? В общем, за мной заехала Надя, сейчас мы приехали в торговый центр, потому что вот эти вот все слухи, не слухи, подготовки к тому, что нас снова могут закрыть, немного напрягают. Итак, ребят, я уже дома, и я не оставляю попытки научиться делать вкусный, идеальный рис. Мне в директ кто-то скинул рецепт, как можно классно, вкусно приготовить рис. Типа, берем глубокую сковородку, растопим, там масло сливочное, там сколько-то кусочков его кладешь, но я прикреплю. Жарим рис, уже промытый и просушенный, потом заливаем все это кипятком, и полчаса под закрытой крышкой типа у нас варится рис. Я такое еще ни разу не пробовала, поэтому сейчас пробую и... Блин, ну не знаю, такое себе, честно говоря, мне кажется, я волнуюсь. В общем, сейчас попробуем, посмотрим, что получится, но воды там, по-моему, уже нет. Просто у меня сегодня будет такой ужин, сильный и независимый. Пытаюсь сделать себе рис, я все еще не знаю, что там с ним. Вааай! Шашлык и рыбка дорада. Знаете, для меня это много, но мне так хотелось и рыбки, и мясо, блин. Все удалось. Ребята! Рис получился очень хорошим, очень вкусным и рассыпчатым. Ви, вот я так счастлива за маму, мама, такая хозяйка. Вот, посмотрите, какое у меня шикарное блюдо, дорада моя милая. Шашлык, капустка была к шашлыку и горошек. Ну и вино, и рис. Чуть-чуть положила, чтобы попробовать вообще, съедобно это или нет. Оказалось, что съедобно, я просто обожаю рис. И я переписываюсь с Кариной, со своей подружкой. Наверное, сейчас ей позвоню. Субтитры сделал DimaTorzok Мы с Кариной обсуждаем то, что мы очень ленивые. Ну как? Дело даже не в том, что ленивые, а просто вот сложно взять, заставить себя встать, куда-то поехать. И хотя ты понимаешь, что там это веселее, чем просто сидеть дома. Но это вот, знаете, мне кажется, что сейчас реально какой-то вот этот ретроградный Меркурий или кто он там. Это что, горошек? Угу. Замечательно. Лакшери обед. Уждин. Сегодня, кстати, мне подписчики постоянно говорят, типа, Юль, сними видео, где ты на протяжении недели показываешь все, что ты ешь, все, что ты выпишь, сколько глотков ты сделаешь, сколько вкусов. Это интересно. И подписчики, и ты тоже. Карина мне тоже это говорила. Ага. Ага. И типа... Ну, я в принципе знаю, что ты ешь, но мне было бы прикольно это посмотреть задокументированные, особенно твоим подписчикам, потому что они не понимают, как ты кушаешь в Макдональдсе, такая худенькая. Поэтому делай это эксперимент, который полиголог навлечет народ. Но я не смогу говорить, сколько грамм, чего, типа, я просто могу показывать. Ну, это нормально, просто увидеть курс, который ты съела. Типа, если ты, например, в Мак пошла, сняла все, что было, потом все, что брала, и они подпишутся, сколько ты выкинула. Ну, даже если сейчас говорить, что я сегодня съела, я сегодня выпила капучино с двумя кусочками сахара. Капучино с молоком было. И съела вот такую шоколадку, одну. Да. Потом я поехала с Надей в Макдональдс, я съела чуть больше половины чизбургера, съела 4 наггетса и почти всю среднюю картошку. Еще у меня был сырный кисло-сладкий соус. И я выпила целый средний липтон зеленый из Макдональдса. Все, и следующий мой прием пищи происходит сейчас. Еще я жевала жвачку один раз, это считается. И вот сейчас я ем то, что я ем. Рис, не знаю, сколько здесь. Тут было еще больше, я уже что-то съела. Пью вино. Вино, наверное, тоже галорийный, пипец. Ем горошек. Не, не каприю. Собер 100 миллилитров вина, нет, совру сейчас, наверное, 70-90 калорий, по-моему. Да, я права, 75, где-то 90 калорий, 90 калорий, около сладкое, оно сладкое. Где-то в бутылке около 500 калорий.